всем доброго времени суток уважаемые также подписчики и гости моего канала сегодня у меня на то вот такая вот катушечка фирмы шумана называется она twin power twin power 2 500 фб видим ябман и я буду делать то вот о катушке про данную катушку вы на канале у меня уже могли видеть многое потому что у меня у самого лично такая катушечка есть в наличии и рыбачу много 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 лет рыбачу по-разному и конечно у меня отзывы об этой катушке самые лесные ну и о том что эти катушки очень хорошие у меня учета вот в одно время не знаю случайность или как идет наплыв вот именно таких моделей катушек вот я вам покажу делал уже вот еще одна точно такая жена то уложить то есть вот как бы вот именно идет наплыв вот этих вот катушек 5 6 7 года выпуска то есть в данный момент это по моему 5 год вина очень надежные катушки хорошо себя зарекомендовали ну а данная катушка это конечно я вам скрывать не буду это катушка во вина с канала спиннингист это друг вова это друг сани сани с канала простая рыбалка они живут смоленске вместе рыбачат вот его прислал свою катушечку на ту вот шпулю я уже обслужил вчера потому что допоздна сидел блин до 4 утра все занимался с катушками потому что наступает зима народ начинает их присылать и катушки как правило все начинается с того а заканчиваться мелким ремонтом а то и вообще ремонтом я как бы давно зарекся что от катушки явный ремонт не беру потому что это реально головняк времени на них уходит сутки запчастями проблема реально выхлоп по деньгам никакой больше именно тратишь времени и всего остального чем ты зарабатываешь на этой катушки над его вот ну и давайте посмотрим конечно я уже эту катушку смотрел катушка в очень таком печальном состоянии можно сказать она на грани на грани мы можем посмотреть что стук ну просто космические для главной пары буквально катушка пришла на последнем из дыхание буквально ей может быть еще рыбалка сезона и когда шестерни выходят из зацепления и проскакивают по верху и срезает края зубьев да то есть у меня перед этим видео дайва турнамент была короче z там видео видели как у него провернулась вот это вот выскочила и зацепление и срезала зубья то есть если кто-то думает что не надо делать то он не надо что-то регулировать люди в этом заблуждается и в этом видео дайва турнамент z вы видели как бесконечник сам себя ухай дакал в своей же этой стружки до износа то есть катушка буквально присылается на последнем из дыхание люфт критический люфт штока тоже все бренчит тоже критический скорее всего толкатель уже раскрутился все там молятся милятся то есть сейчас мы будем скрывать смотреть то есть принципе это бы катушка можно рыбачить бы еще бы и дальше да в таком состоянии но урон ей будет нанесен такой что это будет без возвратные потери то есть по сути дела это нужно будет покупать запчасти запчасти к ним сейчас найти практически невозможно вот от этого нужно понимать если вы взяли машину все же надо все понимают что надо менять масло зимнее летнее резину зимнюю летнюю там масла фильтра там все остальное за не нужен уход но многие люди почему-то думают если они берут хорошую дорогую катушку то думают что ее не нужно никогда обслуживать не нужно смазывать я вам серьезно говорю нужно в определенный момент делать то иначе потом идут невозвратные потери вот сейчас мы посмотрим на какой грани этого всего стоит данная катушка вот ну катушка уходя к нам состоянии тут конечно не приходится говорить видно смотрите какие люфты коромысел но здесь я скорее всего предполагаю это затяжка потому что у катушек подобного рода и года есть такой момент что вот эти саморезы они ослабевает да так и есть ослабление самореза тем не менее много много всевозможных нюансов до от этого кто эксплуатирует катушки подобного рода вообще любые да и в данный момент коромысла включив вкручиваются сам ротор на саморезах вы должны сами всегда следить вот за этим вот моментом чтобы они не раскручивались еще бы буквально чуть-чуть его бы потерял бы этот винтик все бы это выпало пружинки бы все повылетали и началось бы просто колоссальная проблема а так как катушка в таком классе не дешевая да то сами понимаете сколько это насколько это можно налипнуть да на какие бабулеты вот единственный минус этих катушек катушки работают десятилетиями все родные вот сколько все приходили все катушки работают около 10 лет эксплуатации но все запчасти родные ничего не менее на единственная болезнь у этих твинов это конечно кнопку то есть кнопку он просто весь такой разъезжается раскисляется то есть но все и конструкция в одессе самого кнопок такая неудобно что шарикоподшипник отсюда не снять от этого меняют как бы ручки это единственное такое неприятное место что за десятилетия показала вот такой нюанс но я честно скажу за десятилетие эксплуатации там этих катушек кноп это конечно же не проблема катушки зарекомендовали себя очень скажу хорошо блин все черное как так катушки зарекомендовали себя очень хорошо и в принципе работают без замены запчастей десятилетиями в принципе мало какие катушки могут похвастаться подобными своими результатами видим что намотка уже меняется это скорее всего из этого колоссального люфта ну и много-много я думаю сюрпризов меня ждет вот один из первых сюрпризов ну с одним из этих сюрпризов я разобрался здесь а стопор был просто скривлен из какой-то непонятной формы короче как на уроках труда сидел выгибал эту проволочку чтобы более-менее она приняла какой-то адекватный разумную геометрию видите даже еще кусочек остался не загнутым было вообще всего так я ее перегибал все по новой длину чуть-чуть не хватило то есть что исполняли с этим стопором для меня трудно конечно понять как так получается видно все таки я еще в чего-то не видел в этой жизни так устроен фрикционный механизм достаточно хорошо видим большие хорошие старые добрая фетровая шайбы большой толщины и большой площади сейчас конечно новых катушках так не делают делают два раза меньше в два раза тоньше сколько их выходит из строя вот они подобные экземпляры видите он они все рвутся ломаются вот видите разница да какая не те просто раз она уже там порвался его затерла в два раза тоньше в два раза меньше сейчас такую фигню делает шумана куда деваться эта тенденция ну нижний чуть-чуть потерся но все равно достаточно он такой у нас устройство фрикционного механизма вот и начинаю смотреть дальше мы видим что подшипник остался сразу же посадочном месте шпули и когда я первый раз снял я офигел непонятно откуда такая выработка колоссальная выточка шпули блин я так прикинул ни хера себе я 10 лет на такую катушку тайменей ловил у меня таких дорожек шпули насквозь не протерлась вон есть места вот смотрите какая про . просто колоссальная у меня такого нету потом думаю чего он смоленских бог ловить крокодилов которые фрикционные часами тянут начал смотреть оказалось все гораздо проще подшпульный механизм установлен не правиль но то есть видите все перепутано вот этот фрикционная шайба вернее регулировочные шайбы должны быть сверху подшипник с металлом на голову прикасался в посадочным местом натирал вот эту стружку от этого мы видим какой у нас шток смотрите все в алюминиевой в алюминию весь подшипник видите все в алюминиевой отработки с маслом то есть у себя точила как наждак и скорее всего подшипник у нас после такой фигни в очень плачевном состоянии ребята смотрите как вы рыбачить и как вы снимаете как вы ставите просто неправильная установка приводит вот таким вот не веселым моментом вот вы точились посадочные места до соответственно вот так должно быть все установлено в оригинале вот как должно быть вот эти регулировочные шайбы они должны быть сверху чтобы при регулировке все не снимать удобно и соответственно напрямую металл с металлом не должен соприкасаться так что вовчик смотри что ты там делаешь за этим вроде как бы безобидный такой нюанс всегда но в то же время видите скорее всего подшипнику тоже досталось это стружка со смазкой попадала внутрь хоть у нее закрытый подшипник я думаю получил определенный определенное уменьшение ресурсов вот если можно так это выразиться видно что тут какие-то метки всякие разные стоят для меня если честно сказать это не очень как бы понятно для чего они использовались так снимаем ротор ну видим песок песок это ночью песок это все нормальная рабочая обстановка все нормально грязь песок видим что ротор у данного типа катушек опрессован в заводском исполнении очень надежно и провернуть его очень очень сложно когда я ловил большую рыбу на такие катушки у меня в данный момент ротор не провернулся и здесь пластмасса тоже не провернулась но вот эта вторичная шестерня начала вот так вот ползти винтом загибаться то есть представляете да что дает опрессовка то есть вот даже вот этот пластик опрессовать начинает вторичная шестерня вот так вот с гранями проворачиваться и скручиваться винтом то есть опрессовка очень сильная штука уважаемая вот так видим стандартный надежный стопор обратного хода который конечно тоже походу судя по внешнему виду в жизни смазки не видал никто его не обслуживал потому что судя по всему что за всю эксплуатацию историю этой катушки регулировки и не делал никто вообще по жизни никакие до тормозной барабан вообще просто красавчик это сразу же уже видно сейчас самый лучший тормозной барабан туда же уже грязь от него уже как становость до такой степени что она даже уже от него отлипать не хочет уже все там она притерлась и делает свою уже выработку очень очень жестко все на сухую работала то есть понятно что урон нанесен катушки очень очень серьезные потому что она не видела нормального ты а потому что все высохло это я скажу точно стопор обратного хода однозначно никто нормально не обслуживал потому что из своей практике я знаю что даже через какое-то долгое время да все равно смазочка все таки все равно она хоть чуть-чуть влажненько как то там делается посмотрим оба вообще красавчик коксу там пипец блин вовчик готовься мне только на одну промывку наверно только смазки придется нормально такой баллончики выплескать рублей на 200 на 300 чтобы промыть твой стопор обратного хода люди потом удивляется сколько стоит то насколько стоит она то и придумайте сколько это все стоит когда потратишь целый день по ты промывочные смазочные жидкости время регулировки запчасти шайбы она оригинальная сколько она может стоить это еще по сути дела для другого вы делаю по беру только по себестоимости за эту работу да тут мрак полный видите с двух сторон вообще никакущая все тут мыть еще смазки плескать и плескать вообще можно даже разбирать придется мне ушат она в жестком состоянии штук мы тоже видим тут уже на штуке смазка начинает грубо говоря как соваться еще не понятно как это все смазывалась и работала ну вот подобрались мы уже ко всем делам сейчас я маленько отрублюсь сниму декоративную кружку от она откручиваться поставлю метки раскручу корпус и будем смотреть уважаемые дальше оставайтесь на моем канале ну вот уважаемые сейчас будет самый интересный момент пользуясь случаем сани с канала простая рыбалка от меня огромнейший привет вове с канала спиннингист от меня огромный привет и в данный момент вы смотрите то его катушки ну набираемся сил и скрываем катушечку но честно скажу я уже сейчас ее вскрыл прошли видео снимая уже заранее ставлю метки до от этого чтобы зрителям снимать вынимать показывать метки уже поставленная крышку скрыл поставил меточки да как бы сказать некоторых видео про это не говорю мне задают вопросы почему вы не ставите метки начав каждом видео буду кричать как ставить метки но устал уже как бы процесс не в этом как бы заключается предыдущих видео смотрите все мои видео там где секреты нюансы отдельных узлов и агрегатов все рассказано показано данный момент мы просто пробегаемся по этой катушки вот смотрим зрелище не для слабонервных еще какой-то непонятно что происходит потому что обычно когда катушки работают эта смазка оказывается вниз ее выдавливает вот сюда до данный момент смазка сверху мы бесконечник весь в черной смазки закоксован честно сказать бесконечник металлический и скорее всего остальное и покрыт закален током высокой частоты как поршневой палец и чтобы на нем была такая черная отработка видите она какая это большая большая редкость чтобы до такой степени его загнать скорее всего за всю историю этой катушки этот бесконечник не смазывался вообще сейчас я расскажу как эта смазка чистенькая видите нормальненькая оказалась сверху а происходит это таким образом видите есть же технологическое отверстие и многие умные люди почему-то думают что именно предназначена для того чтобы смазку запихать сюда было откручено отверстие и напихано сверху это смазка понимаете вот и все это ново чистенькая нормальненькая а внизу мы видим что это смазка тогда нужных мест и не дошла внизу как это было все блять изменение час матерился извиняюсь уважаемые я просто не выдержал обычная при которой матерюсь только на рыбалке на эмоциях видно здесь одна катушки меня тоже достигли эмоции как и на рыбалке а здесь мы видим что ни хера ничего внизу смотрите как он все просто в коксе идет самоизнос от этого я сразу же прикинул что катушка уже на грани на грани вот видите все черное и давайте снимать вынимать смотреть что в каком сам состоянии от этого вот эта смазочка она чисто была набухана сверху формально бесконечник и все остальное мы видим она была не смазана так оно и есть главная пара сухая данная смазка до зубьев главной пары не дошла так что вова не знаю делаю это ты сам или отдавал на твою катушку кому-либо это ты уже сам друган разбирайся меня это меньше всего интересует мое дело просто показать и констатировать факты зубы я все чернейшие кусками торчит кокс видите изнут меня не жалко жалко блин катушку ну ладно ничего сейчас будем все это промывать возвращать жизни смотреть какой там процент износа мне какой урон нанесет видите где-то смазка вся застряла нужные места она практически и не попала все закоксовано все черное ночью просто жесть всему нанесен большой большой урон уважаемые ну в принципе я весь грязный в мазуте сейчас я выключаю камеру начинаю это все промывать раскидывать принципе здесь уже особо такого-то ничего интересного нету могу еще ну вот конечно сюда эта смазка набилась потому что сверху попадала и и задавливала вот видите потому что здесь уже особо ничего такого нету куча 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 куксу вот все забито кокс наперемешку сверху с этой смазкой вот она причина колоссального люфта штока видите это ходит так бегунки придется регулировать подкладывать регулировочные шайбы специально вот вот этот бегунок будем это все регулировать убирать ну вот делал делаю перерыв на промывку все промою все включим и будем смотреть дальше вот уважаемые зрители занимаемся уже промывкой этого чуда уже два часа с подряд промывкой просушкой деталей и включился на какой-то момент что прокомментировать потому что я просто уже не выдержал все вот смотрите что делает кокс с катушками это та смазка в которой попадают продукты износа и которая сама себя как наждачка начинает уничтожать видите на штоке прям явно выражена даже взглядом вот она ступенька все изношено промывая я изнутри трещин шестерни главной пары где ходит шток потратил около 10 ватных палочек с бензином очищенным чтобы вытереть вот это все оттуда вымыть представляете по ходу то не делалось то есть эта катушка погибла ну как бы сказать нанесен я не безвозвратные потери не из-за того что вот и много рыбачили у меня катушка реально работала но у меня нет таких выработок прошла за не следил а вот именно из-за того что человеку по и все это вот где делалось то вот но это еще не самое такое печально самое интересное это даже вот в другом моменте что такое кокс вот эта смазка я вам сейчас показываю видите она она уже закоксовал твердо и внутри ее микро 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 частицы как наждачка не на даже можно полировать что-то как по стойгой нить вот она все съедает она съедает втулку которая стоит хвостовике ты уже помощь на вторичной шестерни он где хвостовик видите появился люфт вот видите вот съедается втулка пластмассовая потом съедается вот эти все металли пластмассовая втулка бегунки вот видите почему образовался такой ну смотрите это как все съела и как это провалилось вот он ходит смотрите смотрите ход что вся пластмасса внутри вот из этой пыли со стружкой просто съелась все соответственно детали к таким катушкам уже не достать ну и конечно это не самое главное самое главное то что был большой люфт главной пары и забоины теперь такие если посмотреться к отпечаткам видно вот они забоины они пытались главная пара ведущая с ведомой шестерни разъединиться из-за большого люфта и чуть-чуть не хватало для того чтобы провернуться и срезать верховские зубы буквально вот-вот и когда они расходились ударялись вот повседетным краем зуба идут большие забоины соответственно теперь когда я сделаю и отрегулирую этой главной пары ни об каком плавном ходе не может быть и речи вообще будет просто колоссальный тракторный ход иначе если я оставлю в каком-то положении зубы срежутся надо это все осаживать понимаете регулировать чтобы не было проворота и среза зубьев конечно многие люди думают что после того каким-то чудодейственным способом должен появиться плавный ход но если катушка запущена в таком состоянии никакого плавного хода речи быть просто не может вот и зуб у нас ходит уже видите конец зуба уже подходит минимальному расстоянию так что притирка этой главной пары делается практически вот видите под конец зуб уже все нету толщины зуба запаса то есть притирка тут вообще все сотрет грубо говоря конечно что это будет минимальная притирка но все равно будет самый этот минимум уже не представляется возможным вот и все только из-за того что вот люди вовремя не делают то это вот сейчас как раз наглядный пример всего вот этого кокса что там происходит съедание пластмассовых деталей да и всего 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 остального уходит много времени уходит много жидкости уходит много салфеток уходит много ватных палочек то есть просто большой перерасход всего и в принципе добиться желаемое результата с такой главной парой выработка уже просто невозможно сейчас хочу вам смоделировать ситуацию как это происходит с главной парой вот стоит думала пара мы видим что зубе входят а если сказать на пальцах то можно смоделировать это вот так вот когда главного пара нормально отрегулирована и опущена вниз то вот это вот расстояние биение она минимально когда главная опара уже получаются износ и она не регулируется то зубе выходит вверх до бьется об край, и расстояние это большое, и он бьется об край сильнее, да, и делая забоины вот, по верху зубьев, то есть идут просто забоины и выработки, соответственно пятно контактового как такового нету при этом, когда по новой отрегулируешь, все эти неравномерности будут создавать хруст, и понятно, что через какое-то время, после всех моих работ, может быть через год, может быть через два из этой катушки, со всеми этими регулировки, ход конечно станет плавный и может быть она приработается, что в принципе уже, но вряд ли, чтобы достичь своего максимального бархатного хода да ну, будем делать все возможное что нужно сделать, так что остаемся на моем канале, и смотрим что у нас из этого всего получится видите, все втулки, конечно они вот внутри видите, везде набита где-то смазка со стружкой и везде идет износ все очень сильно изношено вот, особенно пластмассовые детали они трутся прям сверху нити прям идут потертости внутри, как она вставлялась в корпус как наждачка все съедает соответственно и внутри, еле-еле вымол все вот эту грязь так что, уважаемые что хотел бы вас предупредить делайте своевременное то нормальное, качественное то, я вам скажу не может стоить дешево если вам предлагают делать то, там за 500, за 600 рублей то это могут только открутить вот эту вот пробку, да и напихать туда поверх грязной залить смазки ну, еще что-то минимум какой-то работ не открывая не регулируя ничего вот такое то, оно может стоить там 500, 600 рублей чтобы просто открутить и напихать смазки не промывая ничего нормальное качество на это я сразу же вам скажу на который уходит целый день сколько раз у меня будет сейчас еще разбираться собираться катушка регулировка этого бегунка регулировка главной пары всего-всего-всего буду думать может быть еще и придется притирать придется созваниваться словой пока еще точно ничего не могу сказать но уходит очень много времени ко мне как-то недавно приходили люди и они меня попросили главная пара рычать мы посидим открой пожалуйста катушку посмотреть что там внутри какая причина людям захотелось это мои друзья с Хабаровска я при них это быстро все открыл разобрать недолго было времени но когда мы нашли там причину и начали это делать они у меня на диване просидели более четырех часов при этом они болтали между собой об рыбалке смотрели какие-то на компьютере катера, лодки а я беспрерывно работал на 4 часа у меня грубо говоря ушло просто не полное того чтобы только открыть главную пару ее промыть собрать и отрегулировать и потом один из людей сказал теперь я знаю что такое отрегулировать главную пару когда я 5 раз разбирал и собирал про них катушку вот ну ладно уважаемые продолжаю делать то оставайтесь на канале вот пришел сюда же скрыть стопор обратного хода потому что я перепугался потому что после промывки грязь не кончалась не кончалась ее шло столько много что я бы сказал было столько ровно что и на червяке коксу от этого я подумал что промыть уже по-нормальному то есть продуть там маслом и промыть ролики просто этим не отделаюсь было подозрение что там просто много попало какой-то смазки и закоксовалось от этого из перепуга вскрыл стопор обратного хода слава богу что здесь оказалось не все страшно все оказывается я уже почти вымыл еще тут пару продую раз маслом все промою и все будет нормально но на всякий случай видите даже заставило меня вскрыть стопор обратного хода вот вот этот абразив который у нас подъел зазоры в бегунке сейчас это откручиваю откручиваю держать винт держатель толкателя да который держит у нас толкатель и видно что здесь все держалось только на соплях и могло бы все раскрутиться сейчас это будет промываться очиститься обезжириваться и садиться на резьбовой фиксатор вот этот абразив который кушает пластмассу ну вот уважаемые зрители катушечка готова к сборке вот шток с толкателем и бегунком в нем скажем так обработаны смазкой бутики посажены на резьбовой фиксатор люфт который там находился был отрегулирован и сведен к своему логическому минимуму ведь он есть минимален мне кажется тут чересчур фанатично его убрал но через какое-то время рыбалок он войдет в свой оптимальный ход можно сказать в принципе нормально сейчас все равно это все буду смотреть и регулировать что хотелось бы сказать по данному поводу чтобы в таких моментах у вас вот такие пластмассовые втулки которые там стоят скажем так не стирала не изнашивала чтобы не появлялся этот люфт их можно безболезненно заменить вот таким подшипником просто втулочка отсюда вынимается и просто ставится вот такой подшипничек хоп и все также бесконечник там у нас видите шестерня привода бесконечника или как его в простонародье называют паразитка здесь тоже можно безболезненно втулку поменять вот на такое от шарика подшипник шимановский правда чуть-чуть придется регулировочную шайбу отрегулировать при большом желании и на второй конец бесконечника тоже можно поставить подшипник это нужно будет сверло станок чтобы не перекосить и засверлить отверстие с другой стороны ровно в пластмассе на скажем так диаметр на толщину подшипника но это уже к тому у кого скажем так прямые руки также такие же процедуры подобрать требуемые подшипники и засверлить поставить его хвостовик тоже можно но это тоже у кого уже прямые руки вот что я хотел сказать по модернизации в принципе конструкция стандартная бесконечник у нас видите сделан из твердого металла закален током высокой частоты с корпусом у нас все в порядке стандартная заостряться не буду одна несущая половина как бы сайт корпуса сделана из металла крышка металлическая такой очень хороший симбиоз вот толкатель у нас крепится вот на таких вот тоже направляйках или как его можно сказать стабилизаторах хода штук и такая у нас главная пара ведущая и ведомая шестерня вдаль на модели икши по нету и на конце применяется вот такая вот пластмассовая втулочка от этого рекомендую смотреть за этим моментом чтобы стружка в масле не стирала вот эти вот пластмассовую втулку вот то стопор обратного хода либо скажем так руликового подшипника или муфтообгона как можем назвать тоже у меня проведено в принципе то пульт уже проведено осталось это сейчас все смазывать собирать ну а дальше мы посмотрим уже как у нас устроен ротор обслужим его и ролик лесоукладывателя уважаемые зрители ну вот катушечка уже собирается и сейчас мы смотрим регулировку бесконечника и видно когда мы катушечку промыли когда вот этот весь смазка с продуктами из носа коксуется кокс и когда-то все вымывается и собирается и как всегда открывается много сюрпризов видно что в данный момент открылся вот такой вот люфт самого бесконечника в принципе я бы сказал он не сильно значительный но и достаточно хороший от этого сейчас придется все-таки помимо бегунка бегунок я отрегулировал уже все-таки отрегулировать вот этот люфт бесконечника чтобы уменьшить продольный люфт штока вот это нормальная ситуация когда все вымывается весь этот кокс все щели они оголяются и получаются вот такие вот люфты сейчас будем регулировать ну вот добрались мы и до самого ротора и до его механизмов ротан сделан из пластикового материала шейка ротора опрессована с завода в заводском варианте все стандартно для шиманы в одном плече ротора находится и механизм самосброса и механизм откидывания и фиксации дужки вот в роли механизма самосброса если можно назвать это механизмом скажем так его лицетворит вот такой вот металлический толкатель с одной стороны толкается трамплин с другой стороны он вставляется в коромысло можно так сказать и толкается в коромысли уже происходит вот это вот вот пружина откидывания и фиксации дужки с таким он тоже металлическим толкателем здесь все предельно просто и ломаться здесь нечему и соответственно такой маленький фиксатор в принципе это даже не фиксатор как бы защелка такая пластмассовая которая бегает по этой ступеньке и делает вам такой характерный щелчок если даже это все сотрется в хлам или его не будет все равно как бы все будет работать вот ну в принципе шибко тут рассказывать такого больше нечего есть еще один пластиковый элемент который как бы сказать с одной стороны он у нас прикрывает толкатель самосброса чтобы тут не вибрировал а с другой стороны он служит опорным для пружины чтобы лишний раз не скребла не брякала типа того вот душка ролика лесоукладыватель на здесь цельная литая переходит и стандартно для катушек шимана используется вот такой палец кстати очень удобно в отличие от дайва если с ним что-то случается или лопается резьба или что палец этот стоит сущие копейки да и он в принципе в большинстве случаев подходит по всему семейству шимана а вот если эта кряка от удайва эта резьба что в принципе она и крякая то тут нужно менять всю дужку вставляется вот такое пластмассовое кольцо разделительная металлическая втулочка дальше у нас ролик в нем стоит такая вот пластиковая обойма не подшипник вот металлический и соответственно это дело все у нас вставляется уже таким вот образом уже в саму катушечку ой верни это в саму коромысло коромысло вот оно пластиковое все в принципе очень очень просто вот то подходит к концу осталось это дело все собрать и посмотрим вынесем определенные выводы итоги по этой катушке обычно я итоги выводы никогда еще по катушкам не делал но в этом случае как раз как в виде наглядного примера есть смысл подытожить ну вот уважаемые зрители то данной катушечки twin power 2500 фб подошло к концу и что хочется по этому поводу сказать люфты конечно все сведены минимуму к разумному вот так много регулируемый продольный дубштока видите он стал в норму в районе миллиметра поперечного почти нету все отрегулировано но вот этот шум он присутствует и он будет я думаю очень долгое время и до конца от него уже не избавиться никогда когда я разбирал главную пару показывал каким образом произошли забойны на ней то сразу же сказал что на рассчитывать рассчитывать на плавный мягкий бесшумный ход тут однозначно уже не приходится потому что такая дальнейшая эксплуатация катушки какая с ней была произведена приводит к невозвратимым потерям в данном случае к чему это привело вот теперь мы и подытожим то есть вот у меня тоже предыдущее видео про дайву турнамент зет там тоже проблема с главной парой здесь проблема с главной парой и все вот эти главные пары были убиты не на рыбе не на воблерах не на правильных там вернее не на неправильных вываживаниях то есть эти главные пары скажем так и все остальные ресурс катушки был убит не своевременным деланием то есть люди которые рыбачили они просто наверное не знали что нужно было делать то его нужно было делать вовремя что получилось То есть, катушка у нас 5-го года, катушке 11-й лет, и я установил факт, что за 11 лет ей ни разу, по-моему, не делалось ТО, судя по вскрытиям. Не, оно делалось через это вот отверстие, туда просто надавили, но грязная смазка внутри так и осталась. То есть, вот видите, да, вот как делается ТО. И вот с такими вот ТО, да, когда давят, шприцуют катушки через это отверстие, я уже встречался много-много-много, особенно в этом году. Люди мне там присылают на ТО, говорит, все, говорит, мне вот делал там ТО, самый лучший там мастер, самый там крутой мастер в том районе, там в том городе, где они живут. Мы ему доверяем, он там много-много лет делает, так что там ничего не должно быть такого страшного, а все должно быть ощебно и классно. Приходит катушка, я ее разбираю, тот же самый фактор, вот их там самый лучший мастер, короче, которому они доверяют, который делают много лет, он просто берет, открывает вот это отверстие, просто давит смазку, вся грязь, все закрывает. Коксовано остается внутри, и, соответственно, все это как наждачка из нашего всевнутренности. Вот, наверное, да, если бы я делал такие ТО, да, наверное, я бы мог бы брать сумму в три и в два раза меньше, чем я, допустим, беру эту сумму сегодня, да, то есть, грубо говоря. Тогда да, как бы. Если вы думаете, что ТО дешевое, оно будет качественным, навряд ли, я вам говорю, чтобы сделать нормальное ТО, на это уходит целый световой день, чтобы все разобрать, промыть, просушить, по несколько раз разбирать, собирать, регулировки там бесконечников, регулировки бегунков. Это все много раз приходится разбирать, собирать, главные пары, то есть, ну, возня, по сути дела, по фэншую происходит в течение дня. Как вы думаете, сколько человек за день должен зарабатывать, да, ну, самый даже минимум. Плюс, грубо говоря, фирменные смазки, промывки, регулировочные шайбы, может, какие-то запчасти, да. То есть, вот к чему мы подходим к тому, уважаемые, что просто мы убиваете катушки несвоевременным, скажем так, несвоевременной неправильной эксплуатацией и отдавания эти катушки мастерам на ТО. Так что имейте в виду, вот вам наглядные примеры на крайний дух видео про две катушки. Когда вы сейчас можете купить новую катушку, и вы дальше ее можете при дальнейшей эксплуатации убить, чтобы этого не происходило, и катушки служили долго, нужно их вовремя отдавать на ТО, либо ТТО делать самим. То есть, потому что дальнейшая эксплуатация, да, это приводит к скорочайшему износу. Ну, катушка шумит, пыхтит, притирка не имеет места быть, потому что толщина зуба уже минимальная, скажем так. Ну, можно, конечно, сделать там, а взять вообще прям такой мелкий абразив там, ну, блядь. Ну, это реально просто игра не будет стоить свеч, то есть, будет трата, трудозатраты просто колоссальные, с минимальным эффектом. Что я, Вова, тебе могу сказать по этой катушке? Люфты все нормы, все у тебя тут прекрасно, все замечательно, видишь. Сейчас все приработается, и будет все, ВЭЛ, работай, работай, работай этой катушкой. Шум будет уходить, уходить в ноль, он, конечно, уже не уйдет, но через годик она будет, конечно, более бесшумной и крутится более мягче. Вот такой вот момент уважаемый. Так что, я думаю, все для себя сделали выводы. Ну, и вот в конце видео хотелось бы еще сказать про такой момент. Меня, люди, я уже привозил смазки фирменные, шимановские, и вот меня много-много вопросов спрашивают про эти смазки. Вот у меня опять есть партия шимановских смазок. Есть также в наличии оригинальные регулировочные шайбы, да, самые такие популярные, это для КНОБА. Вот, это, соответственно, для главной пары и полностью весь набор, который сегодня существует, шимановских смазок. Вот это у нас, видите, DG13. Кстати, японцы на своих официальных сайтах сняли с производства DG10, и вместо DG10 они прямо на сайте рекомендуют DG13. Но DG13 рассчитано как бы для более суровых катушек, катушек и более для суровых условий, это для соленой воды. Но это не значит, что она будет с ней всегда контактировать. Также они рекомендуют ее вместо DG10, которую можно использовать, и катушки, которые они эксплуатируются в соленой воде, это принципа не имеет. Также вот есть смазочки для фрикционов DG01, DG04, DG07, хорошая смазка для подшипников, для бесконечника и других узлов. Также мы видим хорошо для катушек, которые уже поработали, для главных пар подходит DG06, видите, уже в новых упаковочках. И, соответственно, смазка для, скажем так, рули колесоукладывателя, для, допустим, кнопок для корпуса DG013, который отталкивает влагу. Есть также вот их для фрикциона, скажем так, катушек Dive Saltinger. То есть, вот, меня много-много спрашивали, и я просто не имею возможность всем ответить, что смазки пришли. Я говорю, смотрите, я в каком-нибудь видео про это скажу, потому что писем много. Почта перегрузная, мне сейчас просто не найти тех людей, которые у меня уже что-то там заказывали, что-то там просили. От этого вот смотрите видео, уважаемые. Кому интересно, пишите на электронную почту. Ну вот, уважаемые, мое видео подошло к концу. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok